Батареи просят тепла. Государственная жилищная инспекция Петербурга сообщила о готовности домов к новому отопительному сезону. Подтверждающие это паспорта получили все многоквартирные дома. Но все ли в порядке в вашей квартире? Где заканчивается зона ответственности управляющей компанией? Начинается забота жильцов. Надо ли продувать эти самые батареи? Об этом спросим у нашей гости. Это юрист Наталья Михеева. Наталья, здравствуйте. Доброе утро. Давайте о зоне ответственности. Действительно ли все вертикальные трубы, так называемые стояки, насколько я понимаю, это забота управляющей компании, а горизонтальные и радиаторы это наша забота? По большому счету да. Все, что обслуживает одну квартиру, это зона ответственности собственника. Стояк у нас обслуживает несколько квартир, соответственно, это зона обслуживания управляющей организации. Ну, вот сейчас начинается отопительный сезон. Нужно ли нам, собственникам жилья, проводить какие-то манипуляции со своими батареями? Что-то откручивать, что-то прикручивать, простукивать, продувать? Вообще, что-то мы должны делать сейчас? Или просто наслаждаемся процессом? Конечно, мы сначала должны проверить, открыты ли у нас краны на батарее, для того, чтобы у нас было тепло. Поскольку кто-то у нас закрывает батареи, кто-то не закрывает батареи, вообще, по-хорошему, она, конечно, должна стоять с консервантом весь межотопительный сезон, для того, чтобы там не было коррозийных никаких процессов. То есть закрытый? Открытый. А, наоборот, открытый. Не надо ничего вообще закрывать? Да, не надо ничего закрывать. Более того, в момент подготовки многоквартирного дома к сезону отопительному, управляющая организация в обязательном порядке промывает систему. Если ваша батарея закрыта, то по ней не пойдет ничего. И обязательно проверяет ее на давление. Так как у нас давление в течение отопительного сезона может меняться в батареях, то избыточным давлением летом батареи у нас, всю систему обязательно проверяют. То есть я правильно понимаю, что из управляющей компании должны приходить специалисты и проверять это в нашей квартире? Или это делается централизованно? Это делается централизованно. Мы продуваем сразу же весь дом. Мы промываем сразу же весь дом. Соответственно, просто у вас должна быть батарея открыта, желательно на этот момент, чтобы она попала в эти мероприятия. То есть если кто-то приходит и представляется как сотрудник управляющей компании, это должно нас насторожить? Ни в коем случае. Все-таки у нас система отопления идет общедомовой. Мы с вами рассматриваем тот случай, когда у нас с вами есть вертикальные стояки в квартирах. Тот случай, когда у нас горизонтальная разводка и трубы отопления входят по этажу. Там немножко другая история и немножко другая ситуация. Все-таки наиболее массовая у нас с вами стояка в квартире. И труба пошла вверх-вниз. Итак, управляющая организация имеет право осмотреть общедомовое имущество. И вы обязаны ее пустить. В противном случае управляющая организация может обратиться в суд, пригласить юриста злого. И потом попросить с вас денег за то, что вы не допускаете управляющую организацию к общедомовому имуществу, который расположен в вашей квартире. Более того, управляющая организация смотрит не только общедомовое имущество, но и обязательно посмотрит, а как же вы поменяли свою батарею. Если вы ее меняли. Если вы ее меняли, потому что достаточно частая ситуация, и сейчас вот если мы говорим, что вдруг у нас батареи не работают по стояку, кто-то пригласил своего самого хорошего сантехника в мире, а тот пришел и поставил кран до так называемой перемычки. У нас же как система в основном устроена. Это у нас труба идет к батарее, но перед батареей стоит перемычка. Если вы закрыли вашу батарею, теплоноситель побежал по перемычке вверх и вниз. Ну вот приходит дядя Вася, самый грамотный сантехник, и ставит кран до перемычки. Вам стало жарко, вы его перекрыли кран, и все. И вода по трубам не пошла. Нет, но если дядя Вася приходил, то действительно есть кого винить. А если не приходил дядя Вася, а батарея все равно холодная. Ну то есть вот сейчас запускается отопление, но тем не менее в квартире холодно. Вот тут кому жаловаться? Как это доказать, что у тебя холодно? Есть ли какие-то нормативы? Значит, жаловаться пока что еще не надо. Все-таки у нас с вами идет периодическое протапливание. Но в обязательном порядке оставить заявочку в аварийной диспетчерской службе. Призываю звонить туда. Не надо звонить управляющему. Не надо звонить председателю ТСЖ ЖСК. Лучше в аварийную диспетчерскую службу. Чем хорошо ваш звонок фиксируется? В обязательном порядке. И уже ничего доказывать никому не надо. Я позвонил. Более того, ведь заявки собираются по всему дому. А так получается. Позвонил с первой квартиры. Сантехника направляем туда. А потом со 152-й. Сантехника сюда. Потом со второй. Потом сюда. И вот у нас получается, что сантехник бегает целый день. Хотя можно собрать заявки. Он придет сразу же стояки по всему. Поэтому по этой парадной продует. А потом по этой парадной. Значит, на сегодняшний момент у нас только с вами начало отопительного периода. Конечно же, самая частая причина от того, что у вас нету тепла в батарее, это так называемое завоздушивание. В систему отопления попал воздух. Дальше вспоминаем физику. Он у нас поднялся, поднялся. И встал в самой верхней батарее. Либо вот в перемычке, которая идет у нас вверх-вниз. И не пропускает воду. Для этого нужно либо открыть кран наверху, если это верхние этажи, батарея оборудована краном, и спустить этот воздух. Кто-то приглашает сантехника. Кто-то умеет это делать. Вот это и есть-то самопродуть. Да. Либо это делается снизу, нагнетается для того, чтобы пробить эту воздушную пробку и выгнать ее обратно в систему. Большое спасибо. На студии была юрист Наталья Михеева. Большое спасибо. Большое спасибо. Большого спасибо. Большое спасибо.